В общем, меня зовут Владислав, я буду рассказывать вам курс системного программирования. Первая лекция выйдет вводная, я расскажу о том, как курс будет устроен, о том истории Unix, Linux, о том, какие были архитектуры и стандарты с момента создания этих вещей. На слайде моя почта и мой телеграмм, можно там связываться с любым вопросом, занятий всего будет 11 штук, каждое занятие, кроме первого, будет 2 часа лекции, 1 час практику, практиков будет 5 штук и в конце 1 экзамен. Разбаловка следующая, за каждое ДЗ можно получить от 15 баллов и за экзамен 25 баллов, ну и меньше 70, трояк, все такое. На слайде можно посмотреть. Курс читается по двум книжкам, по Linux Kernel Development Роберта Лавы, по Advanced Programming, Unix Environment, Ричарда Стивенса. Их нет на русском языке, поэтому читать их, если кто будет, то только на английском. Я их уже выложил на Google Диск, можно там их скачать. В каком проблеме с английским, можно читать Тененбаума, он, в принципе, примерно то же самое рассказывает, но только там книжка, что-то на 2000 страниц, что ли, больше, но она есть на русском, она относительно актуальна. Эти лекции будут выкладываться по этой ссылке в анимированном виде и в PDF-ках, и в оффлайн-виде на Google Диске тоже. И по второй ссылке можно оставлять мне обратную связь, точно так же, как на портале Техносферы, только туда еще можно вписывать, чтобы было непонятно на прошедшей лекции, чтобы я это разобрал в следующий раз. Лекция будет строена следующим образом. Я расскажу про Unix, про истоки его, про операционность его Multics, про появление Linux, и в каком он сейчас состоянии, про архитектуру ядер и про стандарты. Unix маршировается как Uniplexed Information and Computing Service, и можно видеть, что в конце там КС должно быть, но это сократили до X. Это сразу четыре понятия в себе объединяет. Первое – это семейство операционных систем, в том числе перечисленных на слайде, которые придерживаются определенных стандартов и называются Unix-подобными. Второе – это реальная коммерческая операционная система, которая была в 60-70-х годах существовала. Это торговая марка, ныне компания Open Group, а до этого множество других компаний по очереди. И это теоретический такой стандарт вроде модели OSI, к которому придерживаются новые операционные системы и существующие старые. И создана Unix была Деннисом Ричи и Кеном Томпсоном из компании Bell Labs. В 1969 году вышла первая версия, но Unix не был написан с нуля из ничего. Он является наследником операционной системы Multics, которая наиболее близка к нему по сравнению с другими первыми операционными системами. Она расшифровывается так же, как Unix, только Multiplex в начале вместо Uniplex. Этот проект был запущен в 1964 году компаниями Bell Labs, General Electric и MIT. Это был очень амбициозный проект, которым запланировали огромное количество всяких фич, которые даже сейчас поддерживаются не везде и не полностью. И отчасти из-за того, что проект был слишком амбициозен, я обещал привезти деньги не скоро и немного. Bell Labs его покинуло в 1969 году. Bell Labs это подчиняется Bell System, Bell System компании TNT. Это такой гигант транснациональный в США располагающийся. И они хотели побыстрее заработать, поэтому вот так вот получилось. Multics еще немного пожил после того, как Unix выпустили. И самый последний Multics был остановлен в 2000 году в Министерстве обороны Канады. Оборонцы вообще в любых странах любят всякое старье, потому что оно уже проверено временем, они уже знают, какие там проблемы, и обычно это их устраивает. Поэтому неудивительно, что они до 2000 года жили на операционной системе 1964 года. И все же, хотя Multics считается неуспешной по сравнению с остальными системами, в том числе и с ее потомками, она задала высокую планку остальным системам, введя некоторые основополагающие понятия, на которых потом основался Unix. Первое, Multics впервые появилась унифицированная память процесса, то есть память в процессе стала сегментированной и перестала делиться на то, что это сегмент, это файл, это сегмент, это оперативная память. Проложение, оно абстрагируется от этого, просто пишет в память как хочет, а операционная система сбрасывает эту память на диск. Примерно так же работает системный вызов M-Map. Можно с его помощью поднять файл с диска, и операционная система сама будет сбрасывать какие-то сегменты обратно на диск, какие-то подгружать, обновлять. Можно будет работать точно так же, как с чем-нибудь, что молоком выделили. Следующая динамическая линковка, то есть можно расширять адресное пространство процесса, добавляя ему новый код и выгружая его. То есть можно использовать, можно обновлять код без рестарта процесса. Это сейчас выглядит как обычные динамические библиотеки. Библиотеки. Это на linux.son, на mdvd.dll, на mac это dilib расширение. Собираются они при помощи опции компиляторов. В GCC такая опция точно есть. Это PIC, это расшифровывается как Position Independent Code. Это такой способ создавать библиотеки динамически так, чтобы код в них не зависел от того, в какой адрес их загрузят. С какого адреса начнется, в какое место процесса скопируется эта библиотека и будет там работать. Дело в том, что когда компилируется программа, у нее некоторые адреса там абсолютные. То есть go to там какой-то конкретный адрес. Если так сделать динамические библиотеки, она потом загрузится в какой-нибудь не тот адрес, она загрузится в какой-нибудь не тот, потому что загрузится куда получится, где место есть, то все эти адреса перестанут иметь смысл, будут указывать на что-то другое. Поэтому придумали Position Independent Code. Он работает чуть медленнее, потому что приходится вычислять адреса. Но зато можно загружать-выгружать программы. То же самое можно делать и с данными. В том числе и Map так работает. Он не только может файл с диска поднять, он еще и расширяет адресное пространство процесса. Так что у него адресов валидных больше становится. Следующее – это измерение аппаратной конфигурации. Стало возможным менять на ходу CPU, оперативную память, жесткие диски. И при этом не нужно было перестартовать систему. Следующее – это Shell. Буквально так и называлась программа Shell в операционной системе Multics. И она выглядела так, как мы сейчас пользуемся терминалом. Вводим какие-то команды. И ты выходим по файловой системе. Стартуем всякие другие программы. Раньше в Shell не было. Был только терминал, такая специальная программа. Чуть ли не часть ядра. Если он вообще был, то может иначе нужно на перфокарте программу выбивать. Вставлять это все в компьютер физически – это, разумеется, ужасно неудобно. От него уже отпочковались такие Shell, как HeShell и BornShell, которые мы знаем как Bash. И BornShell – это то, что мы запускаем, когда BINSH, знаменитый этот, запускаем. SH здесь имеется в виду Shell, но это на самом деле Алис к Bash. Следующее – это кольца безопасности. Это такая идея. Это не физические, буквально прям кольца какие-то на процессоре. Идея в том, что есть воображаемые кольца, и процессы работают в разных кольцах. И чем кольцо ближе к центральному кругу, тем оно имеет больше приоритет над другими процессами во всем. В процессорном времени, в том, чтобы управлять другими процессами во внешних кольцах. А в центре находится шарик, окружность. В нем ядро. Больше ничего никогда. Всегда ядро в центре. И революция мультикс была в том, что, во-первых, там эти кольца вообще появились, во-вторых, их там стало восемь сразу. Раньше оно было только одно. Кто перфокарту вставил, тут как бы и главный. Ну и все. Восемь так особо и не пригодилось никому. В основном мы пользуемся двумя в своих компьютерах. Это привилегированные режимы и непривилегированные. И все. Ядро и не ядро. Хотя аппаратура может поддерживать больше режимов на уровне микрокода. Например, если у нас... Можно придумать такой пример. Есть... Скорее всего, оно на самом деле не так, но это звучит логично. Есть ноутбук. У него есть драйвера. Его встроенные аппаратуры. Это крылатура, экран. Есть драйвера внешней аппаратуры. Это подсоединяемые клавиатуры. Мышка там. Вот. И мы хотим с внешней клавиатуры выключить экран нажатием кнопки. Тогда внешняя клавиатура, она будет во внешнем кольце. Она обратится к следующему кольцу, где экран. Экран обратится к внутреннему кольцу, где ядро. Например, что-нибудь такое. Потом в Multics появилась иерархическая файловая система. Ничего объяснять. Просто появились папочки. Все. Следующая... Ну и все. В общем, это все самые ключевые идеи, которые появились в Multics, перекочевали в остальные системы. Даже имя... Есть интересная байка про имя Unix. Но есть теория, что это не просто так придумали Uniplex. Это на самом деле изначально было так. Когда демонстрировали прототип Unix, один из разработчиков решил пошутить и назвал его Unix. Созвучно с Unix в смысле E внухами, потому что в английском языке это произносится одинаково. И подразумевал он под этим кастрированный Multics. Он буквально был очень сильно гужат по сравнению с Multics, потому что надо было что-то быстрее выпустить. Он был однозадачный. И, по-моему, там не было мультипроцессорной поддержки. Однопоточный. Вообще он был довольно слабенький. Как только вышел, но зато очень легко расширяемый. Концепция была очень мощная. И в 1969 году этот мультик впервые написали, но еще не зарелизили. Потом еще целый год его доделали и назвали его вообще только в 70-м году. До этого у него даже имени не было. И тогда же начался отсчет времени Unix в начало эпох. Или просто эпоха по-разному в литературе называют. Это то, откуда считается время в секундах в ядре. То есть 0 секунд это на самом деле 1 января полностью 1970 года. Unix рост, развивался. И стала очевидна необходимость в том, что нужно придумать какое-то руководство, чтобы люди могли им пользоваться и расширять эту систему сами. Тогда открытый код Unix уже был. И создали Unix в программе, программерс-мануал, который мы знаем как MAN, который мы пишем в консоли, чтобы посмотреть, как что-нибудь работает. Другая терминальная команда или сам MAN, или C-шные функции какие-нибудь. Можно собственные мануалы добавлять сейчас уже. Которые уже, не знаю, там, вашим приложением являются. Можно добавить MAN. Интересно, что версионирование Unix шло не по коду, а по MANUAL. То есть очередная редакция мануала это новая версия. Разработка кода шла непрерывно. И пачи, когда было надо, посылались на магнитных лентах. В 72-м году появился язык C. В 73-м на него уже переписали Unix. До этого он был написан на ассемблере и на языке PL-1. Программинг-лэнгвич-1. Относительно высокоуровневый язык, но он был не очень пригоден для написания кроссплатформенных приложений. Когда написали на C, начался бум. Unix систем. Начали все писать на C, потому что это удобно. Низкий порог входа. Можно написать один раз, это запустится на разных архитектурах. Больше не нужно на ассемблере писать, ура. К тому моменту в Unix было всего 20 тысяч строк кода. При том, что сейчас для сравнения в Esculite их целых 150 тысяч. Ну и поскольку код был маленький, его было легко читать благодаря языку C. Очень много потомков Unix расплодилось. Из них выжило только несколько ответвлений. Это BSD, это Max, Solaris. Другие. В том числе в 1977 году в Unix отпочковалась BSD. Это версия Unix, которую якобы говорят, что написали с нуля. Они не могли ее открыто заявить, что они ее взяли за основу обычной Unix, потому что он был защищен правами, интеллектуальным правом или что там у них в США. И это было создано в университете Беркли в Калифорнии. И этот релиз так бы и затерялся среди прочих, если бы не то, что у него впервые появилась поддержка сетевых протоколов на уровне ядра. Там реализовались все эти CCP, IP, UDP, модель, все это стек, и можно было пользоваться самостоятельно, это не реализуя. Потом эта реализация перекочевала в следующие релизы, и в том или ином виде мы до сих пор этим кодом пользуемся. От БСД уже пошли FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, в том числе и Darwin. Darwin – это предок всего семейства Apple операционных систем. Это Mac, Watch TV, iOS, все такое. И до 1982 года AT&T, она владела торговой маркой Unix, никто не мог ее сам продавать. Но, в том числе, AT&T не могла закрыть ее код, потому что антимонопольный закон был такой в США, что нельзя... AT&T, она занималась поставками, выполнениями правительственных заказов, чтобы была какая-то конкуренция, им нужно было держать код открытым. Но в 1982 году из-за нарушения другого антимонопольного закона им пришлось закрыть Bell System, частью которого был Bell Labs. Bell Labs самостоятельным, а AT&T он смог, ну, так или иначе, через все эти законные штуки, он смог закрыть код Unix и назвал его Unix System 5. В том же году, когда ему разрешили этот код делать закрытым, он его закрыл. И появилась коммерческая версия Unix, которую надо было покупать. Покупать ее нужно было за довольно большие деньги для того времени. Чтобы купить Unix System 5 и использовать его на одноядерном компьютере, нужно было заплатить 800 долларов. За каждое ядро надо было доплачивать еще по 400. И это было не очень удобно, например, студентам, которые всему этому учились, а потом у них это отобрали. И они стали учиться по БСД. И к 80-м годам, к концу 80-х годов уже появилось гигантское дерево всевозможных Unix System, развиваемых разными сообществами для разных целей. Стало понятно, что нужны какие-то стандарты, чтобы у них был одинаковый интерфейс, одинаковое поведение. Потому что программа может быть оператной и переносимой, но если она на разной аппаратуре будет работать, но будет работать по-разному, это будет не лучше, чем писать на ассемблере. Поэтому AT&T, они тут же подсуетились, выпустили стандарт на свое Unix System 5, назвав его System 5 Interface Definition. Со стандартами дело такое, что если ты реализуешь что-то, а потом это стандартизуется, и оно стандартизуется не так, как это сделано у тебя, то ты потеряешь клиентов, которые будут считать, что стандарт лучше. Поэтому даже сейчас крупные корпорации, когда они что-то сделали, они пытаются пропихнуть это в стандарт, чтобы заставить всех остальных это использовать. И заодно сказать, опа, у нас уже стандарт готов, пока все остальные его пилят. В том числе так, кстати, разрываются и стандарты языков, плюсов, сей, туда пропихивают заинтересованные люди свои фичи, чтобы им просто было удобно. От System 5 Interface Definition уже отпочковался POSIX, всем известный, наверное, больше всего по тредам, P-Thread B, POSIX-овая, которая даже в винде вроде бы поддерживается. Тогда же вышел стандарт языка C, неофициальный, это просто книжка-туториал Кернигана и Ричи, Брайана Кернигана и Дениса Ричи. Денис Ричи тот самый, который Unix создал. Стандарта тогда не было, эта книжка считалась первым неофициальным стандартом. Потом уже спустя 10 лет после выхода языка C в 1982 году уже появился настоящий стандарт. Ну и незадолго после того, как Unix System 5 вышел, AT&T решила по какой-то причине продать его права другой компании. Денис Ричи тогда бы еще был жив, и он сравнил эту сделку с библейской историей про Исава, который продал своему брату-близнецу право первородства за чечевичную похлебку. Всей этот период, начиная вообще с выпуска Unix и до 2000-х годов, получил название Unix Wars, который отлично гуглится, можно почитать подробнее всякие статьи. Тогда не только стандарты очень сильно плодились операционной системой, но и разработчики очень сильно и жестко между собой спорили, у кого самый настоящий Unix. Некоторые из этих споров забавно почитать, их книжки включали. Про один из них я сегодня расскажу. И в конце активного развития Unix System 5, вообще Unix, появился Linux в 1991 году, написанный Линусом Торвальдсом якобы тоже с нуля. На самом деле он был основан на операционной системе Minix. Это учебная операционная система, которую Эндрю Тененбаум написал для своей книжки Operating Systems Design and Applementation. Она вроде бы до сих пор даже актуальна, ее тоже можно читать. И она... А, у него есть вторая книжка Modern Operating Systems, и она у нас лежит как раз на гугл-диске, можно ее смотреть. Так вот, зачем Линус написал ядро? Это просто был один студент, даже не компания, и он написал его чисто для себя. Писал он за тем, что у него тогда появился новый компьютер, очень дорогой и мощный, но купить себе System 5 он не мог. А Minix был слишком слабым, чтобы использовать все мощности его компьютера, поэтому он стал дописывать к Линуксу всякие утилитки, начиная там с консольных, и в итоге закончил тем, что написал свое ядро. Заодно он смог как бы компьютером пользоваться нормально. Есть теория, что Линукс это не первоначальное название. Первоначальным было Freaks, это соединение слов Freak, Free и X, как Линус сам утверждал. Типа, он считал, что Линукс это слишком эгоцентрическое название. Когда он залил его на FTP-сервер в папочке Freaks, администратору FTP-сервера это название не очень понравилось, и он его сам Линукс назвал. Но потом Линус уже и спорить особо не стал. Походу ему просто понравилось на самом деле это название. Так, и кроме того, что Линус хотел помочь своему компу работать на полную мощность, он еще хотел после выпуска Линукса, чтобы это было свободным ПО, чтобы никто не мог взять его и просто закрыть и начать продавать. Проблема в том, что только на одном ядре далеко не уедешь. Ядро нужно окружение, это компиляторы, библиотеки, терминал, драйверы и прочее. И всего этого в ядре нету по умолчанию, и оно там быть не должно. И как раз так совпало, что тогда же активно развивался проект ГНУ от Ичарда Столмана. Это такой набор инструментов свободных тоже, которые нельзя продавать, но можно расширять с открытым кодом. В общем, ровно то, что хотел Линус, прям совпадение. И у них даже было лицензионное соглашение, ГПЛ, оно и сейчас есть, ГНУ Public License, которым Линус свое ядро сразу же лицензировал, как только об этом узнал. И Линус с тех пор активно развивается боком бок с ГНУ. Остановимся подробнее на ГНУ. ГНУ это аббревиатура, но она никак не расшифровывается. Это рекрусивный акроним, который читается как ГНУ из нот ЮНИКС. Это такая защита от того, чтобы не быть заслуженным AT&T, который ЮНИКСом владел. Так вот, основатель этого проекта Ричард Столмана из MIT, он основал его в аж 83-м году за 8 лет до релиза первого Линукса. И он даже на ВМК приезжал, я не знаю, в каком году, но приезжал, рассказывал тут всякое. Вот. И у ГНУ была аналогичная проблема, проблема аналогичная Линусовская, но только у них, наоборот, не было ядра, а окружение было. И тогда они написали ГНУ ХЕРД, это ядро, которое вышло в 90-м году за год до Линукса. И стало возможным писать свободное ПО на операционной системе, свободной, все вокруг свободное, независимо и открыто. Я думаю, что ГНУ ХЕРД на самом деле даже не появился бы, если бы Линукс появился на год раньше, потому что тогда не было бы необходимости в ядре, который уже и так есть. Но ГНУ ХЕРД, как ни странно, он не умер из-за того, что Линукс появился, а он даже как-то продолжил развиваться, хотя избавил темпы. В том числе и в ГНУ ходят такие инструменты, всем нам знакомые, как GCC, LES, GREP, MAKE и прочие. Все то, чем мы ежедневно пользуемся на работе программиста. Дальше я расскажу про то, как появился Пингвин. Пингвин, Пингвина зовут TUX, и это буква из выражения Torvalds Unix. Ничего особо сложного. Вот как именно Пингвин появился, это интересная история. Тогда были 90-е годы, 96-й год, и хотели выбрать маскота для... Какое-то животное, короче, тотемное. И не могли никак выбрать, какое конкретно разные варианты были. И в этот период Линус в одной из почтовых рассылок отписался о том, что истории про то, как его в Астралии в зоопарке укусил пингвин. И это вдохновило одного из разработчиков набросать первые наброски пингвина TUX. И в итоге его выбрали, потому что он милый, сытый, довольный сидит, так что он даже встать не может, как говорил Линус. Еще одна из главных особенностей ядра Линус. Линус – это сообщество его разработчиков. Это не какая-то конкретная компания, его пилят, а люди со всего мира, которые могут быть никак не связаны. Это люди, заинтересованные, так или иначе, в развитии ядра. Кому-то, кто-то, это может быть, хобби занимается, а кто-то, получая за это деньги, например, работая в компании, которая делает какое-то ПО, которому нужны некоторые фичи прямо в ядре. И они расширяют ядро, что-то дописывая или что-то чинят там, если им нужно, что-то сломано, им очень надо, чтобы работало. Они делают патч, посылают его в ядро, и если он в ядро попадает, то этот код будет поддерживаться всем гигантским сообществом разработчиков. Все будут его тестировать, будут его расширять, дебажить, и получается, что компания так может часть задачи себя переложить на сообщество. Среди этих компаний – Dell, IBM, Red Hat – все они коммитят в ядро, так или иначе. 80% разработчиков ядра получают за это деньги. Подведем промежуточный итог. Мы поняли, что Linux – это не Unix, хотя это Unix-подобная система. BSD – это тоже не Unix, они были написаны с нуля. А Mac и Solaris – это потомки того самого ванильного Unix, самого первого. И у них у всех трех разные ядра. На курсе будем говорить про ядро Linux. Один из споров, про которые я упоминал во время Unix Wars, это когда Тененбаум узнал про то, что сделали Linux. Он, конечно же, понял, что это сделано с Minix. И, я не знаю, это ему не понравилось или ему реально не понравился Linux, но так или иначе он докопался, доторвался с тем, что у него плохое ядро, оно устарело. Известная фраза есть Linux из Obzolet, он ее произнес в 92-м году, спустя всего год после выхода Linux. Одна из его претензий была в том, что Linux написал совершенно непереносимое ядро, которое заточено под его компьютер, а как это и будут использовать, например, студенты, у которых компы попроще. Об этом Linux якобы не озаботился, после чего Тененбаума осадились, что, мол, Linux как бы не специально это сделал, просто конкретную задачу решал портировать. Портируемость всегда можно дописать. Но то, что возмутило Тененбаума из того, что нельзя просто заменить мобильностью кода, это архитектура ядра. Дело в том, что архитектура Linux – это монолитное ядро, а архитектура Minix – это микроядро. Монолитное ядро – это когда есть один гигантский процесс, в котором работают все дривера, все подсистемы, все друг друга видят, адресное пространство, там много тредов, и они могут вызывать функции друг в друге напрямую, разные подсистемы. И это все работает относительно быстро, но это довольно громоздкая программа получается. Например, в ядре Linux больше 23 миллионов строк кода. И подход микроядра – это наоборот ядро, это самая-самая минимальная необходимая часть того, что нужно, чтобы просто компьютер включился, и можно было там что-то делать. И чтобы можно было взаимодействовать с более сложным подсистемам. То есть микроядро, оно включает в себя всего три вещи. Это EPC, совсем базовый, даже не полный. Полный делается отдельным демоном специально. Базовый EPC, чтобы демоны, разные подсистемы ядра в разных процессах могли друг с другом взаимодействовать. Это виртуальная память, это шедулинг процессов, и все. Больше в микроядре ничего нет. Но у микроядра есть определенные проблемы с тем, что у него производительность ниже. Это стало заметно в 80-х годах, когда производительность железа стала выше, и стало заметно бутылочное горлышко всей этой концепции. Это EPC. То есть два процесса ядра должны обмениваться сообщениями, то есть пересылать, паковать сообщение, посылать его через ядро в другое адресное пространство, к другому процессу. Это копирование минимум две штуки. Получатель должен его распаковать, еще послать какой-то ответ, вместо того, чтобы просто ретурн из функции сделать, как в монолитном ядре. Это все тормозило. Кто-то пытался убедить всех, что это на самом деле проблема реализации, а не концепции. И в итоге даже какими-то оптимизациями, в том числе нечестными, получилось что-то улучшить, но монолитное ядро все равно быстрее. Да и микроядр потеряла свой изначальный облик, поскольку одна из оптимизаций была просто внести часть процесса в ядро, и все. Но это уже получается монолитное ядро. Почему называется микро? Мне очень понятно иногда. Посмотрим, как пример, что происходит в микроядре, когда нужно с клавиатурой звук прибавить, например, или выключить. К клавиатуре нажимаем кнопку выключения звука, она полетит в ядро. Нет, она полетит в драйвер клавиатуры. Драйвер клавиатуры создаст сообщение, которое отправят в ядро, ядро перешлет его драйверу звука, и потом еще ответ надо будет посылать. Это все очень медленно. Но, тем не менее, микроядра, те самые, потерявшие уже свою микроядерность, на самом деле, но, тем не менее, формально они еще есть. Это вся линейка операционных систем Mac, которые отпочковались от Дарвина. TV, Mac, Watch и OS. И мы даже можем убедиться, если в консоли напечатаем Uname на Mac, Uname – это им операционные системы напечатать. А на Mac напечатает Дарвин. В том числе, Дарвин – это открытая часть Мака. То есть, можно посмотреть ядро Мака, по большей части, открыв исходники Дарвина. В монолитном ядре все гораздо проще. В адресном пространстве пользователя вообще ничего не происходит. Все происходит внутри одного процесса ядра, и все. Просто вызывается функция из одного драйвера в другом. Больше ничего не происходит. Пользователь как в микроядре, так и в монолитном может взаимодействовать с ними через системные вызовы. Это такая функция, которую можно позвать в ядре, при этом не занимаясь никакой пересылкой сообщений. Там аргументы передаются через регистр и через стек процесса. И так можно от имени ядра выполнять какие-то задачи, например, взаимодействие с аппаратурой, с экраном, напечатать что-нибудь на экран, прочитать с диска в сеть, записать и так далее. Когда Unix Wars шел, в систем появилось огромное количество, ее в табличке я написал лишь некоторые из них, и разные системы решили разные задачи. У них в том числе начал разветвляться дерево системных вызовов, то есть у разных систем разное количество системных вызовов, они имеют разные API, ведут себя по-разному, даже если для одной цели сделаны. Это породило огромное количество непонимания, и пришлось это все стандартизовывать, чтобы облегчить жизнь себе и пользователям, чтобы было написано, как делать, а ты просто берешь и делаешь. И все знают, как оно работает, даже если видят эту систему первый раз. В том числе и это те стандарты, которые я уже написал, о которых я уже говорил, IEEE POSIX, System 5 Interface Definition, Single Unix Specification, тоже большой стандарт, который до сих пор относительно актуален. И тогда же появился стандарт FIPS, это правительственный стандарт, которым нужно соответствовать, сертификат которого должна иметь система, чтобы она могла использоваться в государственных структурах. И Berkeley сокеты, это сокеты БСДшные, они тоже получили свое название и стали стандартными. Стандарты языка C, C89, 99, C11, C18, то же самое плюсы, все эти вещи тоже стали стандартизовываться активно. Институтом IEEE, Open Group, правительство на Левгиме. Ну и на этом развитие Unix-подобных систем пришло к тому, что мы имеем сейчас. Бесконечное количество стандартов, куча разных Unix-систем. Даже сейчас стандарты как-то очень выборочно все выбирают, как им соответствовать. Например, на следующей лекции мы будем смотреть Switch Contextы. Системный вызов уже на Mac деприкейтит. В стандарте деприкейтит, а в Linux еще не деприкейтит. То есть пока что-то происходит в стандарте, оно еще сто лет потом реализуется. Все равно мишени на страшную. В курсе мы будем ссылаться на некоторые стандарты и работать в основном с Linux, хотя иногда будут примеры из других систем. В следующий раз будет рассказ про ядро, про устройство ядра, про планировщики процессов, про один из планировщиков, который в Linux используется. Не забывайте оставлять обратную связь на портале и по форме, которую я здесь оставляю. На сегодня все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok